всем привет за последнее время накопилось некоторое количество новостей но для начала я бы хотел напомнить чем же так хороша лицензия креатив коммон шара лайк по которой лицензирован весь этот наш сепи хороша она тем что при условии указания авторство всего что вы берете можно делать все что угодно например тот же мерч да некоторые любят говорить что в сепи коммерция запрещена но было это уже давно и сейчас это не так вот недавно в одной из дружественных групп ссылку на которую я оставлю в описании человек начал делать кружки с сепи 999 щекуточным монстром и это не реклама эта информация потому что если вы художник разработчик небольших игр производитель игрушек одежды или любой другой творческий человек вы тоже можете зарабатывать на своем творчестве по сепи сепи для всех даром и никто не уйдет обиженным такова так сказать политика партии только не забывайте что на сепи 173 нельзя зарабатывать если что-то со сепи 173 то только бесплатно в общем делайте что-то интересное зарабатывайте на этом можете даже мне донатиться своих богатых прибылей и на это ссылки тоже есть в описании но единственная проблема сейчас в том что один человек которого вы уже все наверное хорошо знаете которого я часто называю на этом канале мистер д нарушив свободную лицензию зарегистрировал в россии сам символ сепи на себя в качестве торговой марки и не дает другим его использовать прямо нарушая условия таким образом то есть мерч по сепи пока что придется делать без самой символики сепи что конечно же неприятно но и себе полно и других узнаваемых образов которые можно использовать как это делает тот же автор паблика по сепи 999 однако вся эта неприятная ситуация тянется уже так давно что на этом канале образовался уже целый плейлист на эту тему но есть в этом оказывается и хорошая страна все это показало невиданную сплоченность сепи как сообщество 16 ноября был начат сбор денег на суды против мистера д и всего за два дня была собрана сумма в 50 тысяч долларов на борьбу с этим человеком но подождите-ка что это за цифра такая тут совсем не 50 тысяч тут уже 145 тысяч долларов на борьбу за свободу лицензии как же так как же так случилось ведь нужная сумма вроде собранные дела улаживаются а случилось то что о том какой нехороший мистер д рассказал не кто-нибудь один из топовейших ютуберов в мире марки плаер а его смотрят 25 миллионов человек в первый день после выхода ролика его увидела 2 миллиона и его зрители оперативно накидали эти дополнительные почти 100 тысяч долларов вы только представьте на какой уровень мы выходим с этим всем скандалом это же буквально охват мейнстримовых сми а уж если какой-нибудь пьюди пай подключится то цунами хайпа обойдет всю планету несколько раз ведь когда проблему поднимают блогера с таким охватом аудитории на уши встают буквально все и блогера поменьше и обычные сми круги пошли по воде и уже с десяток небольших блогеров у которых в ранее 100 тысяч подписчиков по всему миру сделали свои видео про эту проблему где объясняют своим зрителям все серьезной ситуации кстати далеко не все из них вообще связаны с сепи так что это еще и огромный приток новых людей в сообщества одно из таких видео например вышло на канале человека который делает разные видео на тему экономики и права и судя по комментариям большая часть его аудитории до этого ничего не знала про сепи может быть это и плохо конечно что решение проблемы затянулось но такого крутого поворота я например даже не ожидал теперь а и сепи его проблемах говорит буквально весь мир и сдается мне на ждут очень большие события я уже с этой всей истории ничему не удивляюсь может они заседание он соберут или еще чего тем более что в данном случае на самом деле решается более общий и важный глобально вопрос того насколько защищены свободные лицензии в принципе так что то на какие это вышло обороты это удивительно но было немного предсказуемо ведь решается судьба свободного контента конечно напрямую только в россии и снг но косвенно это будет иметь последствия для других стран можете начинать придумать теории заговора о том что все это именно так и было задумано изначально чего бы и нет офигев видимо с таких раскладов администратора сепи который начал сбор денег сразу выпустил новость в которой сообщил что на данный момент поданы документы фас для борьбы с человеком который держит торговую марку и конкретно сейчас люди фонда довозят в российское ведомство запрошенные документы от основателей сепи и оригинального сообщества в общем дело движется пацаны кабанчиком обкашливают вопросики так сказать хотя довольно неспешно но зато теперь под пристальным взглядом миллионов глаз со всего мира да еще и почти 150 тысяч долларов собрали и это как бы довольно существенная сумма предполагается что не потрачены на это делать деньги будут использованы для юридической защиты сообщества сепи во всех странах где она есть фонд фонда такой-то каламбур получился фонд фонда короче фонд фондов 150 тысяч долларов на самом деле собран для того чтобы вы могли спокойно зарабатывать на своем творчестве по сепи без всяких посредников виде мистера в д так что это делается далеко не просто так а для ваших возможностей почему бы этим не заняться когда все это закончится или даже прямо сейчас сам же мистер д совершенно в духе злодея из комиксов начал творить мелкие пакости например он сделал поддельный сайт сепи который подтягивает текст из настоящего и выдает себя за него забавно что скопирована даже страницы форума но принять участие в обсуждении по понятной причине невозможно это напоминает мне все эти сайты где продаются поддельные часы и прочая такая чушь там обычно тоже бывает всякие фейковые обсуждения но для чего он это сделал а для того чтобы указать свою группу вконтакте как официальную группу по фонду и получить таким образом галочка века для нее вот так вот оказывается легко обмануть все это вконтактовскую систему хотя возможно им все равно ну или не все так просто так или иначе арт сепи сами выбрали отгородиться от всего сообщества сепи в мире зато помогли самому сообщества стать сильнее кстати недавно случился очень красивый пример силы нашего сообщества доктор гирс один из персонажей вселенной сепи а по совместительству и реальный человек который написал сепи 106 старика неуязвимую рептилию и многие другие популярнейшие объекты как говорят он вообще один из тех кто изначально создавал сайт сепи короче один из наиболее влиятельных авторов сообщил что он болен раком почки и сообщества практически моментально собрало ему средства на лечение операция уже назначена на 12 февраля такая вот взаимопомощь тем временем сайт живет своей жизнью прием объектов на конкурс на номер пять тысяч завершился на эту цифру претендует более 70 статей так что скорее всего сепи 5000 будет чем-то фантастически крутым ведь люди скорее всего выберут лучшую из них да и среди этих статей большинство действительно хорошие так что старше стоит 1000 удался и нас ждет еще много удивительных страшных мистических историй в русскоязычном филиале настоящий адрес которого я напомню и себе foundation . нет также проходит небольшой конкурс небольших объектов работы на которые принимают до 20 февраля еще проходит конкурс фан-артов а то картинок пару объектом и правда как-то очень мало кстати в самом том видео маркиплеер упомянул большой арт-проект по сепи где уже 50 художников задались цели нарисовать пиксельную иконку для каждого сепи объекта пока нарисовано около трех сотен иконок но надеюсь ребята не бросят затею и нарисует все пять тысяч я понемногу слежу за подобными арт проектами и вот недавно автор нескольких маленьких анимаций с доктором и маской где они изображены в виде мульта тридцатых годов начал рисовать комикс взяв за основу ту историю где чумной доктор и маска бродили по средневековой европе она кстати несколько отличается от того канона по маске который я взялся переводить для своего канала но творчество это в любом случае хорошо да и мультивселенная в конце концов в моей группе вконтакте его даже взялись понемногу переводить для чего я сделал отдельный альбом я еще стараюсь мониторить всякое творчество по сепи недавно например мне попался роман по сепи 105 я вначале подумал что это манга но там по большей части именно роман с небольшим количеством иллюстрации в духе манги не знаю как такие книги правильно называются но она есть на мэйзоне можно даже прочесть несколько первых страниц бесплатно в общем кого это заинтересовало заглядывайте все что было упомянуто в ролике можно найти по ссылкам в описании такой вот получился обзор всяких событий за прошедший январь 2020 года сообщество растет и развивается все довольно таки путем и когда я во все уже делал это видео появилась новая информация информация о том что руководство русскоязычного филиала сепи уже ответила на все вопросы которые им задал фас по этому делу и 18 февраля ожидается решение который возможно положит конец всему этому спору вернее если решение будет в нашу пользу то на том все и кончится а если нет то будет уже суд короче говоря держу в курсе всем пока